Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я приветствую вас на своем канале Мода HD, мой канал о моде и красоте, также об умном шопинге. Мне 37 лет, я персональный покупатель. Несмотря на то, что я персональный покупатель, сегодня речь пойдет снова о минимализме. Минимализм меня захватывает, увлекает, это философия, в которой мне комфортно жить. Неоднократно звучал вопрос, что я делаю с вещами, которые мне не нужны. Речь прежде всего, я думаю, идет об одежде, но также о каких-то вещах, которые, возможно, каждая хозяйка может найти на своей кухне, которые ей больше не нужны, но вполне могут пригодиться кому-то еще. Итак, когда я еще жила в Москве, и когда я еще даже не родила своего первого ребенка, сейчас ему 12 лет, соответственно, это было, наверное, 14 лет назад, я сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что я всегда была склонна к этой теории экономики, экономике шеринг, поделиться, что называется. Философию этой экономики отражает фраза, которая стала крылатой, которая звучит так. Когда нам нужна 4-дюймовая дырка в стене, это значит, что нам нужна всего лишь 4-дюймовая дырка в стене, нам не нужна 4-дюймовая дрель. Что это значит? Это значит, что для того, чтобы такую дырку сделать, мы можем пойти и взять, допустим, на прокат 4-дюймовую дрель, мы можем попросить ее у нашего соседа, мы можем одолжить у своего родственника, то есть каким-то образом выйти из этой ситуации, получить нашу дырку в стене, не покупая сам инструмент, который, возможно, нам прослужит вот только этот единственный раз и больше никогда не понадобится. В моем случае это всегда означало, вот сейчас, оглядываясь назад, действительно, я понимаю, что всегда означало, что я пыталась для своих ненужных вещей найти новых хозяев. То есть я никогда их не выбрасывала, и более того, я не люблю отвозить, скажем так, в безымянный центр помощи свою, допустим, одежду. Я делаю это только в крайнем случае, если я вот на самом деле не нашла новых хозяев для этих вещей, для своих вещей, и только в этом случае я отвожу их в какие-то места, где потом их распределяют. Когда я была студенткой, когда я закончила учиться, точнее, я знала, что вот-вот я закончу учиться, это был пятый курс университета, мы с моей подругой отвезли всех плюшевых медведей, которые были у меня, я тогда жила в общежитии, которые мне дарили на протяжении, наверное, всего студенчества. Мы на ее машине, у меня тогда не было машины, отвезли в детский дом. Соответственно, мы нашли детский дом, который по возрасту подходил для этих детских игрушек. Это был детский дом, который имел детей до 7 лет, то есть там были маленькие дети, соответственно, эти игрушки мы специально отвезли туда. В то время как мою одежду, которая мне больше была не нужна, возможно, одежду моей подруги, сейчас я же не вспомню, это было на самом деле во времена студенчества, мы отвезли в другие места, то есть мы уже тогда попытались найти новых хозяев этим вещам. Когда я жила в Москве, когда еще Егор не родился, я также один раз устроила сбор детских вещей, а также детских игрушек, БУ в своем доме. Это был не очень большой дом, обычная высотка с одним подъездом, и мне удалось собрать огромное количество вещей детских, которые не уместились в машину за один раз. То есть пришлось два раза на своей машине отвозить их. Я тогда отвозила в торговый дом Эскада, Эскада курировала определенные детские дома, и, соответственно, они собирали вещи БУ и игрушки БУ. Уже тогда не все детские дома, возможно, даже и никакие детские дома не принимали вещи БУ. По закону нельзя было это сделать. Все вещи должны были быть новыми, с этикетками, возможно, даже игрушки. Но вот та оказия, я помню, представилась, и я тогда уже знала, что вещи БУ детские дома не берут. Соответственно, это была большая возможность собрать у своих жителей, жителей своего дома, потому что я уже тогда понимала, что вещи после того, как ребенок вырастает из них, они вот очень часто просто лежат. Почему бы их не собрать и, в общем-то, не применить, не пустить в дело? И, соответственно, было собрано очень много вещей, просто я одна собрала. Я написала самое обычное объявление, повесила его, и все без проблем прошло. Когда через пару лет мы пытались сделать точно такую же акцию с моей подругой, в нашем доме появилась некая особа, которая представляла, скажем так, весь дом и общалась от нашего дома с какими-то, возможно, ЖКХ-организациями. Соответственно, она не позволила мне это сделать, то есть она не обладала никаким авторитетом, она просто срывала объявления, которые мы повесили с моей подругой, и, соответственно, люди не смогли прочитать, и люди не были информированы. Все это происходило в том же самом доме, где я собрала две машины вещей, и тогда, просидев потом три часа на входе, мы не собрали ни одной вещи, только потому что вот эта мадам, она не позволила людей информировать. Она сказала, мы потом к ней лично ходили, чтобы все-таки она не срывала наше объявление, пытались договориться. Она сказала, что неизвестно, кто мы такие, мы не представляем никакую организацию, мы действительно не представляли никакую организацию, мы были просто две соседки, которые были единомышленницами. И, соответственно, я объяснила, что однажды уже удалось собрать очень много вещей, прошло примерно пять лет времени, вещей наверняка много накопилось, почему бы их не собрать? Ну, в общем-то, это была очень нервная особа, кричала постоянно, когда мы пытались с ней поговорить. Соответственно, она просто нервно каждое утро срывала эти объявления. Потом, если я не ошибаюсь, она даже повесила объявление о том, что вот такая акция должна проходить, пожалуйста, не несите туда вещи, непонятно кто и непонятно что. Соответственно, она дискредитировала меня и мою подругу. Мы не собрали ни одной вещи, к сожалению. К сожалению, на тот момент это было так. Когда я приехала сюда, в Италию, и мне случалось переезжать с одной съемной квартиры на другую, с одной съемной квартиры еще на другую, а потом уже в собственный дом, Также каждый раз в этот период я обнаружила очень большое количество, прежде всего, своей одежды, которой я тоже пыталась найти новых хозяев. И хочу сказать, что однажды я отдала очень много одежды с маркой, с этикеткой, с биркой Louis Vuitton. Также я отдала много другой фирменной одежды, по-другому не скажешь. И хочу вам сказать вот такой интересный опыт из своей собственной жизни. Я просто с огромным трудом нашла новых хозяев для тех или иных вещей, и повторюсь, вот не преувеличиваю, большая часть вещей, она вернулась. Настолько это были специфические вещи, настолько это были вещи сложного кроя, сложной фактуры со сложными тканями, что на самом деле они даже не были нужны людям, которые, возможно, нуждались, которые, возможно, не могли позволить себе новый жакет, новый пиджак, новую юбку. И вот я все это раздавала. И эта одежда была им не нужна. Она была совершенно неприменима, прежде всего, в повседневной жизни. Она не была носибельна. И вот именно вот эту фирменную дорогую одежду, а также дорогую обувь, на каблуке, прежде всего, которая одевается, наверное, здесь в Европе всего лишь несколько раз в жизни. Все ходят здесь без каблуков. Соответственно, вот для такой обуви, для такой одежды я очень-очень долго искала новых хозяев. Эта одежда мне возвращалась. Потом я встречала, допустим, еще кого-то, кому, возможно, она могла подойти. Размер, возраст, обстоятельства и так далее. Я снова предлагала и всегда говорила людям, что если вам что-то не подошло, если вы не смогли распределить это среди своих родственников, то я все заберу обратно. Соответственно, я до последнего пыталась найти хозяев. И часть одежды, которая все-таки мне вернулась, повторюсь, это был Луи Вутон, Эскады, возможно, даже Гуччи, какие-то вещи. Я их раздавала просто потому, что я знала, что больше носить их не буду. Они для меня выбрали свой эмоциональный ресурс. Я дала на благотворительный рынок, который проходит здесь в Европе тоже очень часто. Соответственно, эти вещи ушли за 20, наверное, за 30 евро. Женщина, которая эти вещи у меня забрала, она несколько раз меня переспросила, ты понимаешь, что я продам их за 20, за 30 евро, что ты никогда их не увидишь? Я сказала, да-да-да, безусловно, я понимаю. Также очень много обуви Лабутен. Лабутен с этой красной подошвой тоже ушло, я надеюсь, хотя бы ушло кому-то, и кому-то прослужило, потому как, повторюсь, этот сложный крой, сложные фактуры, ткани и так далее. Именно поэтому я сейчас не люблю дорогие марки, именно поэтому сейчас, например, мне не нравится Гуччи, потому что я считаю, что не одежда должна быть над человеком, как было в случае с Луевой Тоном. У них была одежда, которую на самом деле видно было издалека, то есть не было видно женщину в этой одежде, была видна прежде всего одежда, ну и потом какая-то там фигура, волосы, глаза и так далее были видны. То есть прежде всего одежда обращала на себя внимание. Сейчас такая же история с Гуччи, но очень-очень-очень все кричащие, принты, фасоны и так далее, мне совершенно это не нравится. Периодически я смотрю программу Луи Вагон, очень советую вам этот формат. Молодые ребята очень весело все это рассказывают и показывают. И вот буквально недавно была одна героиня, вся в образе Гуччи, на самом деле выглядела, на мой взгляд, она ужасно. Ужасно это все ей прибавляло возраст, не прибавляло ни вкуса, ни элегантности, ни красоты. Соответственно, все эти вещи, которые продаются за безумные деньги, очень часто не находят своих хозяев, даже когда они уходят вот просто бесплатно. Также у меня очень часто бывают случаи, на самом деле раньше были чаще, потому что у меня была возможность этим заниматься, когда я узнавала о какой-то нуждающейся семье. Очень часто это были все-таки русскоговорящие семьи, семьи эмигранты из Украины, которые также, как я, приехали жить здесь в Италии, либо это были семьи из России. Но, как правило, да, это были некие русскоговорящие семьи, которые прежде всего в разговорах со мной рассказывали мне, что случилась вот такая-такая ситуация. Кто-то нуждается, допустим, на родине, либо кто-то нуждается здесь. У меня была также одна знакомая с двумя детьми примерно моего возраста, которая переехала сюда с мужем в Италию. И, если я не ошибаюсь, младшая девочка, у нее мальчик и девочка, младшая девочка родилась здесь в Италии, а потом муж погиб в аварии, в автомобильной аварии. Она осталась вдова с двумя детьми. Она не уехала обратно в Украину. Она осталась здесь, прежде всего, ради детей. И эта история, на самом деле, меня впечатлила, потому что я знаю, как ей было тяжело. У нее не было работы, у нее не было соцспособия. Она не могла их оформить, потому как она даже не знала, что они существуют. Она не знала, что она была защищена законом, пока, в общем-то, ей не была оказана некая юридическая даже помощь. И, соответственно, не побоюсь сказать, что я организовала сбор вещей, новых вещей для ее детей. То есть я просто по своим знакомым сказала, если у вас есть вещи хорошие, в хорошем состоянии, возможно, ни разу не ношенные, я объяснила, что мальчик уже взрослый, и, возможно, ему не очень будет приятно надевать вещи БУ, потому что он уже понимает, что семья настолько нуждается, что он вынужден носить вещи БУ. То есть я объяснила знакомым ситуацию, не называя ни имен, ни ничего, что вот такая ситуация сложилась. Соответственно, многие принесли совершенно новые вещи. Одна моя знакомая поехала и просто купила вещи. Знакомая моя итальянка, у нее семья, то есть они полностью итальянцы. Соответственно, она привезла огромные два пакета вещей для девочки совершенно новых и вещей для мальчика. Я тогда, на тот момент, отдала несколько новых вещей, которые предназначались прежде всего для Егора, потому как я уже рассказывала, что я совершала шопинг впрок. Егору могло быть 6 лет, а я уже купила ему куртку на 12, если я находила ее в подходящей цене, допустим, на скидках. И, соответственно, я тоже отдала совершенно новые вещи. Поэтому, повторюсь, расхламляясь, я практически ничего не выбрасываю. Я либо все это оставляю для себя, для своих детей. Я совершенно не стесняюсь того, что они ходят в обрезанных шортах, сделанных из брюк, а также в майках с обрезанными рукавами. Вот буквально сегодня мы поедем на площадку, я засниму своего ребенка. Он так не очень хорошо на самом деле выглядит, потому как и шорты, и майка, они тоже сделаны из того, что было, что называется. Но для меня это прежде всего позволяет экономить пространство, но и также позволяет мне экономить деньги. Почему бы нет? Я считаю, что к деньгам нужно относиться очень уважительно. Соответственно, вещам ненужным я всегда стараюсь найти новых хозяев. Это стоит времени, это стоит усилий. Но я считаю, что для любого расхламиста это очень важно понять, что очень часто вещи, которые мы покупаем за собственные деньги, которые мы с такой радостью, бывает, приносим в дом, которые мы так часто хотим, так часто мы о них, этих вещах мечтаем, эти вещи просто никому не нужны даром потом, когда мы пытаемся их кому-то раздать. Это также означает, что очень часто мы действительно сделаем наши покупки под влиянием маркетинга умной рекламы. На самом деле она оказывает на нас гораздо большее влияние, чем мы можем себе представить. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем расслабляться с холодной головой, оставлять вещи, прежде всего для себя, которые вы потом можете использовать. Я считаю, что даже если вы используете их через два года, как в моем случае вся косметика, в общем-то я уверена, что когда-то я ее закончу, что когда-то я ее закончу, либо почищу все-таки ей раковины, либо все-таки использую каким-то образом для себя с той или иной пользой. Ну а если эти вещи действительно не нужны вам, пожалуйста, возьмите на себя труд найти новых хозяев. Помимо того, что вы можете оказать действительно неоценимую помощь какой-то семье, вы также поймете, что очень часто действительно ваши вещи, которые вы любите, которые вам нравятся, с которыми вам даже тяжело расстаться, они просто никому не нужны даром. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем очень хорошего дня. Пока-пока.